Сегодня мы поговорим о колонке Term 4000O и общем заблуждении, что на проточном водонагревателе по-другому газовой колонке не требуется проводить каких-то дополнительных настроек. К сожалению, это не так. Если говорить о общих характеристиках, Term 4000O или по-другому она называется VR102P, колонка производительностью 10 литров воды в минуту с нагревом на 25 градусов отходящей воды, работает на природном газе с входным давлением 13 милибар или может переводиться для работы на сжиженный газ. На передней панели прибора расположены два органа управления. Регулятор мощности горелки, он же ползунок, с помощью которого переводится перевод колонки в рабочее положение, запуск запальника, разжигание запальника и дальнейшее перемещение ползунка между положением розжиг и положением максимум увеличивает или уменьшает мощность горелки. И регулятор температуры. Вращая этот регулятор, можно добиться нужного значения температуры воды на выходе. Но при этом необходимо помнить, что максимальные возможности прибора 10 литров воды при нагреве на 25 градусов от входящей температуры. Необходимо убедиться, что давление газа на входе в прибор не менее 10 милибар. Если давление на входе будет ниже, к сожалению, мы не сможем достичь нужной температуры воды, колонка не выйдет на паспортную мощность. Если давление будет выше, это просто приведет к неэкономичной работе прибора. Для того, чтобы проверить давление газа, необходимо подключить измерительный инструмент, манометр стрелочный, O-образный или электронный к измерительному штуцеру на входе в прибор. Замеряем давление, проверяем, убеждаемся, что оно достаточно. И теперь наладчик должен проверить давление газа при работе колонки на максимальной мощности и провести еще одну настройку. Это работа прибора на минимальной мощности горелки. Если о винте настройки максимальной мощности знают достаточно много специалистов, то о том, что в этой колонке есть еще настройка минимальной мощности, зачастую многие из них не догадываются. После снятия корпуса мы можем проверить настройку длины запального пламени. Трубка запальника имеет свободное перемещение по оси потока газа. И при сильном прижатии ее к форсунке у вас будет очень короткий язычок пламени, который не будет доставать до наконечника термопары. Поэтому необходимо заранее убедиться, что есть воздушный зазор между форсункой и трубкой запальника. Для розжига прибора переводим ползунок в положение розжиг, убеждаемся, что газ на колонку подается, нажимаем кнопку и нажимаем кнопку пьезорозжига. Обычно достаточно несколько раз нажать клавишу, чтобы произошел поджог запального пламени. У меня это получилось с первого раза. 2-3 секунды плавно отпускаем кнопку, пламя не должно погаснуть. Если пламя погасло, то необходимо убедиться, что у вас находятся в замкнутом состоянии датчики системы безопасности. Но сегодня у нас разговор не о системе безопасности, а о настройке колонки. Для начала необходимо настроить прибор по максимальному давлению газа. Для этого переводим ползунок в положение максимальной мощности. Закрываем регулятор температуры на максимальное значение, максимальную температуру и открываем кран горячей воды. И прибор заработал. Контролируя давление газа в режиме максимальной мощности, я вижу, что оно не соответствует паспортным значениям. Казалось бы, с одной стороны, больше давления газа, больше мощность горелки, колонка способна больше нагреть воду на более высокую температуру, либо большее количество воды. Но, к сожалению, это не так. Как показывает практика, такой режим работы приводит к сокращению ее службы и срабатыванию системы безопасности. Растет температура дымовых газов, что может привести к размыканию датчика, контролирующего температуру дымовых газов. Поэтому мне необходимо откорректировать правильную подачу газа на значение, указанное в паспорте. Для этого снимаю заглушку на регулировочном винте газовой арматуры и начинаю изменять его положение, закручивая, уменьшаю проходное сечение газовой арматуры. Выкручивая, я его буду увеличивать. Мне необходимо достичь давления около 10 милибар. Закручиваю винт и наблюдаю за давлением газа, которое начинает постепенно снижаться. Как вы заметили, колонка стала работать тише. Меньше подача газа, более ровное пламя, более спокойная, нормальная работа прибора. После того, как мы выполнили настройку максимальной мощности, у этой колонки есть еще возможность настроить мощность горелки в режиме минимальной мощности. Для этого, не изменяя положение регулятора температуры, возвращаем ползунок в положение розжига. И наблюдаем, что происходит на манометре. 4,5 милибара. Это тоже слишком много. Теперь необходимо отрегулировать минимальную мощность прибора. Винт регулировки минимальной мощности находится за пластиной, на которой закреплен ползунок. Обычный винт с крестообразной головкой. Давление газа в режиме минимальной мощности на колонке с пьезорожигом должно составлять около 1,5 милибар. На данный момент 4,5 милибара. Теперь прибор будет работать более-менее ровно. И в летнем, и в зимнем режиме он сможет работать, выдавая заданную температуру, и служить своему хозяину достаточно долгое время. На этом настройка прибора закончена. Необходимо выключить прибор, закрыть подачу воды, закрыть подачу газа, отсоединить манометр, закрыть, проверить герметичность измерительных штуцеров, установить на место крышку и отдать прибор хозяину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова